Моя личная точка зрения сводится к тому, что американцы уважают только сильных, умных и успешных. В противном случае никакие договоренности и законы для них не писаны и не будут действовать. В этой связи, определяя свою стратегию, исключительно важно определить реальное положение наше, состояние, без прикрас и без паники, но вместе с тем предельно конструктивно. По сути дела мы оказались под многослойным колпаком. Первый и главный колпак – это геополитический. Если мы на наших просторах, это почти 15% территории суши, не будем иметь более 200 миллионов человек, мы будем постоянно абсолютно уязвимы. В противном случае никто с нами всерьез считаться не будет и будут и дальше все предпринимать для того, чтобы растащить эти гигантские территории, где сосредоточена треть главных стратегических ресурсов. Поэтому для нас вопрос и крепления Евразийского союза, восстановление нормальных отношений с Украиной имеет принципиальное значение. И надо использовать новые моменты для того, чтобы не лаяться и не ругаться, а искать возможность сложить потенциалы. Тогда у нас будет более 200 миллионов, и мы в состоянии будем конкурентно вести борьбу на всех направлениях. Второй колпак сейчас сказали – ракетно-космический. Действительно, если НАТО появится под Харьковом, а силы очень влиятельные Украины этого хотят, да, 3-4 минуты будет лететь до Центра управления в Москве, и вы не оденете и костюм, прежде чем принять решение. Поэтому нам давно надо официально заявить Европе и американцам, мы не потерпим размещение ракетно-ядерных сил ни в Прибалтике, ни на Украине. Это зона наших жизненных интересов, и мы будем ее защищать всеми имеющими средствами. Об этом должны знать и американцы, и Европа. В противном случае мы можем оказаться в ситуации хуже, чем в 1941 году. Третий колпак – это технологический. На 90% наше производство зависит от иностранных станков, роботов и машин. Сегодня на 10 тысяч работающих в Южной Корее 500 роботов, в Китае 40. У нас всего два. И продвижения в этом направлении не видно при нынешнем финансировании. Отсюда перед бюджетом стоит принципиально совершенно иная задача по формированию промышленно-производственной среды, которая позволяла бы решать эти задачи. Надо удваивать, утраивать усилия, а мы все топчемся, прекрасно понимая, чем это может закончиться. Четвертый колпак – олигархический и финансово-капиталистический. У нас, если возьмете базовые отрасли, например, энергетику, на 95% энергетическое машиностроение принадлежит иностранному капиталу. На 75% – цветная металлургия. На почти 70% – железнодорожное машиностроение в нашей огромной стране. На 70% – пищевая промышленность и на 90% – торговые сети. Они диктуют нам свои условия, а не мы. Мы должны все делать, чтобы иметь в этих сферах как минимум контрольный пакет. Китайцы притащили к себе все мировые фирмы, но ни на одном предприятии не отдали золотую акцию и кадровый потенциал. Если на совместном предприятии японцы снимают начальника цеха, то назначать будут только китайцы. Абсолютно правильно делают. Что касается олигархии, то она у нас везет себя абсолютно антинационально. Возьмите, посмотрите эти полгода. Три главных олигарха получили дополнительный доход в 840 миллиардов рублей. Пятилетняя программа президента по науке на 200 миллиардов меньше. Можно было давно ввести прогрессивную шкалу налога, получить необходимые ресурсы и направить их на нужные цели. Дипломатический колпак. Впервые в истории почти 400 человек высшего персонала находятся под американскими санкциями. Отнимают собственность, срывают флаги. Мы иногда только отбрехиваемся и утираемся. Нам надо принимать соответствующие меры, прекрасно понимая, что в данном случае будут вас слушать, если вы будете энергично защищать свои интересы. Ну и самый опасный колпак цифровой. Только что по инициативе председателя Думы Володина здесь рядом состоялись уникальные слушания на эту тему. Я должен сказать, мы ползли в новый мир, который плохо изучен, осмыслен. Если вчера эксплуатировали вашу силу, ваши мозги, вашу природу, то сегодня начинают эксплуатировать ваше поведение и формировать тип поведения. Завтра вы будете жить в умном доме, который все расскажет. Ваш робот-пылесос расскажет все углы и расстановку мебели. Ваш телефон и ваш телевизор сообщат все, с кем мы беседовали, чем занимались и с кем общались. Ваше позиционирование будет определено с точностью данного метра даже в африканских джунглях. Вы живете в новой реальности. Отсюда возникает вопрос, состояние ли вы ответить на этот вызов. Я вам сейчас назову то, что меня, например, в этом плане не просто беспокоит, а крайне беспокоит. Есть такое прекрасное понятие, как наука и образование. У нас они были лучшие в мире. Каждое второе изобретение изобреталось в СССР. Каждый третий пассажир летал на илах и тушках. Наши математики сделали главными богачами многих людей. У Белокейца из 100 лучших математиков 50 русские. А что у нас? С 2014 года берем 5 лет. Экономика развития и инноваций. Минус 16% бюджет. Космическая деятельность. Минус 20%. Даже завод Хруничев, главный производитель, на 80 миллиардов сидит в долгах. Развитие авиационной промышленности. Минус 40%. Атомный комплекс. Минус 66%. И могу дальше перечислять. Или вы будете вкладывать в науку то, что положено. В образование минимум 7% от валового производства. Или у вас ничего не будет, что бы вы тут не заклинали и какие бы законы не принимали. Мы обязаны срочно исправлять эту ситуацию. Ну и последнее, что нас подталкивает, у нас нет запаса времени. Что мы имеем? Послание президента, генеральные линии войти в пятерку. Блестящая задача. Мы сейчас 11-е. При нынешних темпах за полугодие 0,7%, мировые сложились больше 3-х. Мы никуда не попадаем. Мы будем 15-е, а не 5-е. А это означает политический коллапс и кризис. Износ оборудования даже в нефтегазовой отрасли перевалил за 50%. Мы стоим на миллионах километров трубопроводов. Из них почти 60% изношен. Они будут рваться. Их нельзя в один день заменить. Все знают технологический процесс. Надо 2-3% менять и столько же обновлять. В противном случае вы будете сидеть на атомной бомбе уже внутри страны. Я не вижу предметных мер. Обнищание граждан 6-й год подряд идет. Можно что угодно. Можно иметь прекрасный мобильник, интернет. Можно заказывать товары. Но если у вас средняя зарплата у половины населения меньше 20 тысяч, а дети войны получают в деревне 8-9 тысяч, а в городе 19-14, вы будете только мечтать об этом. Все остальное для вас будет недостижимо. Ну и очень тревожный показатель снова возобновилось массовое умирание. За это полугодие 150 тысяч человек потеряла наша страна. На мой взгляд, можно принять довольно быстро эти меры. Но для этого нужно честное осмысление происходящих. Качественный новый бюджет развития в 25 триллионов. Надо принимать пакет закона. Мы предложили их 12, которые гарантируют, в том числе и прекрасное образование, первое рабочее место и многое остальное. Для этого надо проводить финансо- иной финансо-экономический внутренний курс. Послание президента на это ориентируется. Но Дума пока на эти вызовы не ответила. У нас есть реальная возможность в ближайшее время, готовя бюджет на трехлетку, действительно реализовать бюджет развития. И опереться на все лучшее, что создал Алтферов, Академию будущего, которая сейчас отбиваем от черных бандитов, Совхоз имени Ленина, народные предприятия высшего класса, которые от новых рейдеров вынуждены защищать. И целый ряд интересных инноваций, которые реализованы нашими учеными, специалистами и производственниками. Пожелаем молодежи успехов в этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова